Доброе утро. Сегодня суббота. Вчера он был в это время в поезде, возвращался. Откуда же он возвращался? Из Бангалора. А сегодня суббота, 12 августа. Вот что она несет для Ганги? Ганга, Ганга. Одна, без мужа она сегодня. Идет, читает молитвы. Это для Ганги сегодня. А еще Сатурну в субботу дают пожертвования. А мы сегодня хотим рассказать о предстоящем дне рождения Кришны. Кришна, Джан, Джан, Джан Маштми. Джан, это значит рождение. Вот чего он деньги тащит? Он был рожден. Он был рожден. Джана значит рождение. Он однажды во вриндовании делал парикорму обход 21 километр без обуви. Вот мы когда здесь вокруг Путапарса обходим 8 километров на полнолуние. После этого его жизнь очень изменилась. Она стала более счастливой. Он благодарен друзьям, которые его тогда туда пригласили. Он говорит, они туда ездят каждый месяц во вриндаван. Я была во вриндаване только один раз. В месте рождения Кришны. Вон сколько она цветов на голове несет. Утро, 8 часов. Ну, может быть, 8.15. В ашраме начались сведы. Суббота. Вот такое активное движение. Это для меня. Сейчас одену. Вы можете объяснить немного о Кришне. Нет. Ганеша. Нет, нет, нет. Сейчас у меня есть. Сейчас у меня есть. Какой запах. Здесь такой стоит. Потрясающий запах. Вкусный, сладкий. Как будто бы... Или цветы. А может это мои цветы просто. Жасмин. Или... Может кто-то палочки жгёт. Сейчас те веды, что поются в ашраме, транслируются здесь. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. У нас несколько человек просили сделать ганешику пожертвования небольшое. Многие так, чуть-чуть переводят, чтобы ганешику поблагодарить. Например, Мирабелла, Кристина девушку зовут, она просила передать ганешику. И еще Юлия Симонова, она перевела денежку, и она просила ганеше повесить гирлянду в честь дня рождения ее сына Сережи. Мы поздравляем Сергея с днем рождения, и почему я делаю это вместе с рассказом о Кришне, потому что у него день рождения тоже 15-го. А у Кришны день рождения движется. Кришна Безды был король Матуры. Он был очень добрый человек. Однажды у него родился сын, и когда сын вырос, он стал очень эгоистичным, плохим. Он был неприятным человеком. Люди жаловались отцу. Отец был зол на него. Он был очень сильный человек, и чем сильнее он становился, чем больше он становился, тем он становился хуже. Махараджа был боссом армии. Папа. Однажды сын сам захотел стать королем, и он посадил отца в тюрьму. Другие люди, которые были соседями, они были его друзьями. Это была даже не Кали-юга, это была Сатья-юга. Многие были несчастны от его поступков. И потом Вишну запланировал родиться как Кришна. У него была сестра, он любил ее очень сильно. Один из его лучших друзей, он был очень хороший человек, Васудева его звали. И вот этот вот царь сказал, что предложил Васудеве жениться на сестре, чтобы мы были еще более близки. И он принял это, они поженились с любимой сестрой этого Махараджа. И брат, вот этот злой брат, он так любил сестру, он был так счастлив, он даже решил на конях сам привезти в дом жениха свою любимую красивую сестру. И когда они поехали в дом Васудевы, с музыкой, с танцами, один саду пришел, и напротив их колесницы... Остановился, и этот Махараджа говорит, что ты мне мешаешь, что ты нам мешаешь. А этот саду говорит, что ты очень счастлив сейчас, но ее восьмой сын тебя убьет, этой царевны. А он не мог поверить. Он говорит, что ты врешь, я очень люблю свою сестру. Этот саду был настоящий саду, ясновидящий. И он говорит, ты не хочешь верить мне? Хорошо. Посмотрел на небо и говорит... И говорит Богу, это правда, что я ему сказал? Скажи ему. И он услышал, царь услышал звук с неба. Ее восьмой сын убьет тебя. Он не хотел умирать, он разнервничался. Но он любил свою сестру очень, но и умирать не хотел. Он не хотел их убивать, он просто их запер во дворце, как в тюрьме. И сказал, когда будут рождаться дети, восьмой ребенок, когда родится, я его просто заберу и убью. Вокруг дворца были солдаты, охраняли их, и они были как в тюрьме в этом дворце. Первый ребенок родился. Принцесса была несчастлива отдавать ребенка на убийство. Но Васудева сказала, я обещал твоему брату отдавать всех детей, поэтому он нас не убьет. И он принес ребенка. Этого дьявола, этого брата, Махараджу звали Канс. Канс подумал, а почему я должен его убивать? Это же восьмой ребенок меня убьет, почему я первого должен убивать? Голос же сказал, что восьмой ребенок. И он сказал, забирай Васудева, забирай своего ребенка назад нам. Мама была очень счастлива. Ну и его помощник, этого Махараджа, его советник сказал, ты зачем его отдал назад? Это же, а Махараджа говорит, потому что это не восьмой, это первый. И тогда его советник положил восемь цветов и сказал, с какой стороны ты будешь считать, с этой, с этой. Ты же не знаешь, с какой стороны восьмой цветок. Справа налево, слева направо. Может быть, вишну тебя обманывает? Лучше, говорит, убивай всех. Ну и он тогда забрал этого ребенка. Когда Кришна должен был родиться, все тюремщики спали. Отец Кришны стал свободен от цепей. Он взял ребенка, чтобы отнести его в другую деревню, к его друзьям. Все спали, никого не было на улице. Он прошел через Емуну, держал ребенка в корзинке на голове. И вода поднялась. Кришна дотронулся ступнями, и вода пошла вниз. Он принес, и жена его друга Ешода. И в эту же ночь она родила девочку, но она спала, она не знала, кто там родился. И они поменяли детей. Они забрали девочку. Вот Неймов Кришна, мама Реал. Ага, они забрали для Девики девочку. И подсунули Ешоди Кришну. Она думала, она спала. И она думала, что она родила мальчика, и Кришна ее родной сын. И когда все тюремщики проснулись, они смотрят, девочка родилась. Они взяли ее на руки. А Махараджа, который хотел убить Канса, он взял ее на руки и хотел убить. Да, дядя Кришны, брат матери. А она сказала, эта девочка, она говорит, твой убийца уже здесь, он уже рожден. Но это не она. И он сказал, приказал всем, всем своим солдатам, что убивать всех детей, которые родились вчера. Кришна очень много играл со своими друзьями, купался в Ямуне. Хулиганил, воровал масло, стила, батер. Когда он упал в Ямуну, к родителям приходили соседи, говорят, что ваш ребенок под водой. Это очень длинная история. Но из воды он вышел на пятиглавой змеи. Это длинная история. И в конце концов он убил этого дядю, когда ему было 8 лет, он убил дядю дьявола. С его братом, который был рожден от другой жены Васудевы. Но там тоже длинная история. Родной брат Кришны, тоже ребенок. Я говорю, когда вас все встречу, я вам расскажу другие истории. Обезьянки пришли. По преданию, Кришна появился на свет 5000 лет назад, когда луна была убывающей. Это было в месяц... Ну вот сейчас это июль-август, так получается. По всей Индии и особенно в месте рождения Кришны во Вриндаване идут большие праздничные церемонии. Кришну они называют банки Бихария. И там в храме Кришны 3 дня качают Кришну на серебряных качелях. Кришну с его возлюбленной Радхой. Вернее, качают 2 дня на серебряных, а на третий день они пересаживают Кришну на золотые качели. И еще целый день качают. Он развился с пастушками, он очень любил коров, он воровал масло для своих детей. Был такой хулиганистый ребенок. Буквальный перевод слова Кришна, это обозначает черный, темный или темно-синий. Его кожа цвета грозового облака. Бэби Кришна! А, сфотографироваться? Сфотографироваться, давай, давай, давай. Сфотографироваться, давай. Согласно писаниям, у Кришны было 16 108 жен. Но только 8 жен были главные, были его жены. А остальные жены, это были девушки, которые находились в плену у дьявола. Когда он убил дьявола, он освободил девушек, сказал, идите домой. Они говорят, как мы можем теперь идти домой, мы же опозорены. Мы были в плену у дьявола. И он тогда забрал их всех себе в жены, чтобы их честное имя сохранить. И с именем Кришны связана эпос, называется Маха Абхарата, Великая Индия. А книга Бхагавадгита, она представляет собой учение Кришны, которое он давал своему двоюродному брату Арджуне перед битвой при Курукшетре. Он был родственником обоих воюющих сторон. И Кауравам он предложил свою помощь, и Арджуне. Кауравы выбрали армию Кришны. Арджуна выбрал самого Кришну, и Кришна был колесничем в его повозке. И перед тем, как начать бой, Кришна давал советы Арджуне. Поле Курукшетры находится недалеко от Пенджаба. Битва длилась недолго. Скажу честно, я не помню, то ли 18 дней. По нашим меркам это недолго. Но погибли Кауравы, и считается, что Кришна умер от проклятия матери Кауравов. Они тоже были его двоюродными братьями. Тоже были родственниками. Ну вот так вот, такая лила божественная игра. Я сейчас подошла к храму Дататрея. Сайбаба говорил, что это он рождался 5000 лет назад Кришной. И рамой. Или 18 тысяч лет назад, или 2 миллиона. Толком, наверное, никто не знает. Поэтому у нас в Ашраме, когда празднуют день рождения Кришны, его празднуют просто бесподобно. Даже вплоть до того, что приводят телят в манзир. Кришна же играл с пастушками, тоже был пастушком. Его соседи, они не понимали его божественной природы. Даже Арджуне было дано не сразу понять. Он показал ему, Кришна, свое настоящее лицо. Могущественное, божественное. Бескрайнее. А другие просто его считали вот таким вот соседским мальчиком. В этот день по всей Индии, независимо от вероисповедания, люди празднуют день рождения Кришны. Очень хорошо, очень шумно его празднуют. В Махараштре люди делают пирамиды из горшков. Дети пытаются добраться до верха и достать йогурт, как доставал это Кришна ребенок. Но не говоря о том, что как в Матхуре, месте рождения Кришны, там грандиозные праздники происходят. Очень многие в этот день постятся. Когда я была в Санкт-Петербурге, Саши ничего не ел. Очень многие хинду, индуисты, преданные Кришны, кришнаиты не едят ничего. В полночь они уже могут съесть что-то небольшое. Утром людям раздают сладкий просад. По Матхурии Кришну катают в золотой колеснице. Тоже глава их главной церкви в Матхурии. Он тоже ничего не ест. Он постится целый день. По всей Матхурии люди празднуют, наряжаются, устраивают карнавал. Артисты специальные смешат публику. Кругом красочные красивые арки, через которые провозят золотую колесницу с Кришной. Я просто сделала это видео заранее, чтобы, если кто не знает, вдруг кто не знает, чтобы вы тоже порадовались, присоединились к этому нашему празднику, который будет здесь 15-го числа. И будет он во всей Индии. Субтитры подогнал «Симон» 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 Фитачок последний, ага, держи.